Правительство и мэрии Еревана готовят беспрецедентное траурное празднество. Информационное сопровождение этого обеспечивается общественным телевидением. Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат фракции Айастан Андроник Тиванин. Гордым гражданам предлагается стать манкуртами, участвовать в большом балу и заниматься некрофилией. Конечно не нужно руководствоваться концептом вечного траура и лишать детей живых новогоднего праздника, но когда у врагов продолжают оставаться твои военнопленные, когда в стране все еще есть непогребенные тела, когда твои территории практически ежедневно обстреливаются и когда ты находишься в состоянии без пять минут война, нужно проявлять скромность. Иначе получается, что эти ждали поражения государства и тысяч жертв, чтобы отметить это в беспрецедентной форме. Возможно, этого не хотели, но так получается. Главной повесткой страны, имеющей серьезнейшие проблемы в плане безопасности, не могли быть детское Евровидение, высота елки, предвкушение откатов от направляемых на праздничные мероприятия сумм и раскрутка новоиспеченного революционного серого олигарха, напоминающая рекламу дешевого товара и направленное на его избрание. Большие празднества присущи тоталитарным странам, но когда их организует карликовый диктаторишка, то все превращается в фарс. Этот фарс демонстрирует извращенность диктаторской власти, ее мещанство, аморальность и склонность растрачивать государственные средства. Мы сейчас оказались в контрастной реальности, власти Азербайджана готовятся к нападению на Армению, у нас под носом проходят турецко-азербайджанские военные учения, а власти Армении готовятся к детскому Евровидению и новогодним празднествам. Зажигают лампочки и перекрывают улицы. Причем, чем больше Азербайджан обстреливает границы Армении, тем больше лампочек власти Армении и Еревана зажигают в центре Еревана, предлагая радоваться тому, что на днях враг передал нам тело 13 армянских солдат, оставшихся непогребенными после военной агрессии Азербайджана 13-14 сентября. Чем слабее становится Армения, тем больше усиливают эскорт патриарха, при встрече с которым люди теряют жизнь или здоровье. Кортеж трусливого патриарха совершил смертельный наезд на беременную женщину. Оставив тысячи жертв и убитых в чревах матерей детей, все еще живым предлагается радоваться большой елке, освещением которой хотят ослепить людей, чтобы они не замечали позора Армении. Чем более жалок патриарх вне страны, тем более устрашающим он пытается казаться внутри нее, увеличивая свой кортеж, как следствие сочетания патологического страха и подозрительности. Патриарх ищет внутри своей партии и в других местах абсолютные нули, чтобы выделяться на их фоне и казаться лидером, но нули к нему не суммируются, а лишь умножаются, отмечает депутат.